МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошедшая неделя в информационной повестке выдалась насыщенной. Если вы пропустили, чем жила Беларусь минувшие 7 дней, то в ближайшие минуты мы расскажем все самое важное и актуальное. В эфире телеканала «Звязда» информационно-аналитическая программа «168 часов». В студии работает Елизавета Борбат. Здравствуйте! Ежедневно мы делаем множество выборов. От элементарного, что надеть или съесть на завтрак, до того, что влияет на большое количество людей, даже целые государства. Прошедшая неделя это ярко продемонстрировала. Президентские выборы за прошедшие 7 дней прошли в двух государствах. В Молдове победу одержала действующий президент республики Майя Санду, что на сегодняшний день не признают многие, от политических партий до простого народа Молдавии, что закономерно выливается в стихийные митинги и протесты против итогов выборной кампании. В Молдове происходящее можно описать двумя словами. Это повторение одних и тех же сценариев. Прозападный лидер страны, который изначально прозападный, он уже долгое время там находится, естественно, он окопался и с помощью своих, так скажем, хозяев, как мы видели, неожиданно приобрел перевес голосов. Ибо местное население, проживающее в Молдове, выбрало совершенно другого президента, которым они бы хотели, чтобы им руководил. Ну и, примерно, похоже, пытаются провернуть и в Грузии, как мы видим. Там уже собирается условный Майдан, как мы это называем, привыкли уже называть со времен Украины. Поэтому здесь надо пожелать только успеха гражданам Молдавии, и если они смогут каким-то образом волшебным преодолеть этот барьер и вернуть все-таки того руководителя, которого они желали, то надо желать им успеха здесь. Еще одни выборы прошли в США, 47-м президентом которых стал Дональд Трамп. Еще на этапе предвыборной агитации он заявил, остановит войну на Украине буквально за сутки. Как заявил словакский премьер Роберт Фитца, Зеленский шокирован таким исходом выборов в США. Ведь это может привести к уменьшению западных дотаций Украине и, следовательно, может помочь остановить войну. Не исключено, что новая американская администрация сократит поддержку Киева, чтобы обещание Трампа в определенной степени воплотилось в реальность. Александр Лукашенко прокомментировал это обещание. Его заявление о том, что он сделает все, чтобы прекратить войны, а в мире 55 конфликтов. И войны идут. Надо войны прекратить. Украина, Ближний Восток, Йемен и прочее. Надо прекратить войны. Если это сделать, то мы с тобой направим петицию в эту Нобелевскую премию и ему присвоим за то, что он сделал доброе дело, а не так, как одному из президентов, не называя его фамилией. Он тоже крепкий мужик, я с ним знаком. Ему сразу дали Нобелевскую премию. Поэтому надежда есть, что он будет исполнять свои обещания. Но Америка не Беларусь. Здесь, Даш, обещания не выполнишь, так вы задолбаете за один год. А там могут отойти, могут забыть еще что-то. Но мы надеемся, что он свое обещание будет выполнять. Не все от него зависит. Слушайте, я прекращу войну в Украине. В 24 часа мы с Путиным встречаемся. Я говорю, слушай, ты мне расскажи, как Трамп прекратит войну в Украине. Ну, хотя бы без тебя. Но если мы вдвоем будем, вообще будет очень сложно. Поэтому не надо делать глупые заявления. Он будет стараться прократить войну в Украине. Но это не односторонний процесс. Это надо договариваться. И может быть и не только с Россией. Это касается очень многих стран. К организации электорального процесса в США также немало вопросов. К примеру, в Калифорнии сотрудникам избирательной комиссии было запрещено проверять документы у голосующих. Работники одного из участков не стали проверять документы у избирателя даже после того, как он засомневался в дате своего рождения. В Мэриленде избиратели жаловались, что машины ошибочно зачисляли голоса не тем кандидатам. Из-за неисправности оборудования для бюллетеней в Аризоне часть избирателей также не смогла проголосовать. Как сообщается, три четверти американцев обеспокоены вероятностью всплеска насилия в Штатах. И вот после всего этого говорят, что белорусские выборы – это сплошь и рядом фальсификация. Эталон дипломатии и демократии – это именно белорусская избирательная система и вообще белорусские общества. Потому что, как нельзя, кстати, назвать пример, опять же, во время обсуждения основного закона Республики Белорусской Конституции был вынесен на общественное обсуждение. Ни одна страна мира этим похвастаться не может. И вот это говорит о том, что действительно дипломатия и демократия у нас на самом высоком уровне. Что важно, сами белорусы активно участвуют в каждом этапе электоральных кампаний. К примеру, с 7 ноября в нашей стране проходит сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Республики. И нужно отметить, находясь рядом с инициативными группами, наши люди неравнодушны к будущему своей страны. Пикеты разворачиваются не только возле торговых центров, магазинов. Инициативные группы на минувшей неделе работали и на чемпионате по околке дров среди журналистов и на дожинках в Полоцке. Да и в целом, день выборов в Беларуси – это всегда праздник. На избирательных участках выступают творческие коллективы. Атмосфера по-настоящему добрая и действительно праздничная. Так и должны пройти и выборы 2025. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам организации и проведения важного общественно-политического события в жизни страны. Президент подчеркнул, Беларусь проводит выборы для своего народа без оглядки на заграницу. Но мы готовы отразить информационные, политические провокации. Что касается провокаций, информационных, политических и прочих, возможно, они были, есть и будут. Просто не надо расслабляться. Ах, у нас общество такое, эти отмороженные самые, они сбежали и прочее. Хватает в обществе разных людей. И расслабляться здесь никому, ни в коем случае не надо. Особенно нам, органам власти, на местах. Надо исходить из лучшего варианта. Будет лучше, но и хорошо. Мы будем вас регулярно, губернатору, информировать о ситуации. Наиболее опасные, если будут тенденции в обществе, мы также вас будем ориентировать. Но в попытке раскачать ситуацию, некоторые говорят, вот они к 30-му году там готовятся, этот год, понятно, они могут говорить одно, а предпринимать другие меры. Но об этом Иван Станиславович сегодня скажет. Они уже вырабатывают планы, как им действовать. Правда, в основном-то градус напряжения создается за пределами страны. Они разобраться там не могут, какую тактику им выработать. Ну, думаю, подскажут. Там же разумных много вокруг. И деньги дадут на это. Но должны понимать, что просто так говорить в средствах массовой информации, время ушло. Они это понимают. Поэтому они готовы и к критикальным действиям. Значит, и мы в ответ должны быть готовы предпринимать адекватные действия. Наступает весьма ответственное время для каждого из нас. И речь не столько об электоральной компании. Совсем скоро начнется новая пятилетка. Сейчас необходимо подвести итоги уже сделанному и определить, куда двигаться дальше. Экономика страны демонстрирует достойные результаты, несмотря на санкции. Мы продолжаем развивать производство, чему в том числе способствует программа «Один район, один проект». Прокладываем и ремонтируем дороги, открываем новые социальные объекты. На минувшей неделе Беларусь отметила день Октябрьской революции. Традиционно в преддверии этого праздника белорусский народ получает подарки. К примеру, в Минске 6 ноября открыли бассейн международного стандарта. Он строился с 2020 года. Проект реализовала китайская сторона в соответствии с техническими требованиями и нормами КНР и соблюдением технических требований и критериев Международной Федерации Плавания. Объект соответствует всем требованиям для проведения на его базе чемпионатов мира и Европы по водным видам спорта. Его также будут использовать в качестве современной учебно-тренировочной базы для подготовки национальных команд Беларуси. Глава государства отметил социальную значимость объекта и подчеркнул, идеология которой придерживается наша страна получает стремительное развитие на международной арене. Сегодня о социализме все больше и больше начинают говорить. Если в середине 90-х, я помню, просто топтали ногами все эти определения, правда и в Америке сегодня это матерное слово, даже из уст победившего Трампа, президента, который обвинял Камалу Харрис в том, что она социалистка и коммунистка, он ярый такой капиталист. Трамп, естественно, миллиардер. Я в этом ничего плохого не вижу, но когда-то об этом вытирали ноги. Мы этим путем не пошли. И что мы видим? Европа вся ориентируется на социализм, не называя, может, его так, но говорит о социальной справедливости. Мы сразу сказали, что мы строим социально ориентированное государство. Это основной принцип социализма. И наши друзья китайские никогда от этого не отказывались. Должен откровенно сказать, что это не моя заслуга. Я попросил, поговорил со своим другом, а благодаря ему, большому другу белорусского народа, Сидзиньпину, мы построили этот объект. В ближайшее время вы увидите в Минске еще одно чудо, наверное, более значимое, правда, для футболистов. Я боюсь даже сегодня произносить это. Все, жду, жду, жду. Печаль полная. Правда, и хоккей туда уже начинает клониться. Ну, может, поплывем? По крайней мере, уже человек семь сильно о себе заявили. Ребята, для того, чтобы стать чемпионами мира, здесь есть все. И не только здесь. Мы же не первые этот дворец водных видов построили. Я помню, мы в Бресте шикарный дворец построили. Плавайте, завоевывайте медали. Еще одно торжественное открытие в преддверии дня Октябрьской революции прошло в Полоцком районе. 6 ноября здесь открыли движение по 30-километровому участку трассы Р-46. Масштабные работы завершились на 5 месяцев раньше заявленных сроков. Напомню, реконструкция магистрали Лепель-Полоцк границы Российской Федерации проходит согласно поручению президента Беларуси Александра Лукашенко и в рамках государственной инвест-программы. Проведенные на этом участке Р-46 работы – весомый вклад в обновление и развитие транспортного коридора, общая протяженность которого составляет более 760 километров. Зачастую не надо слов, зачастую надо просто показать, что делается у нас в стране. Чтобы люди приезжали, проезжали по этим прекрасным дорогам и понимали, как развивается наша страна. У нас все прекрасно и действительно политика президента, политика государства направлена на людей. Дорога – это комфорт, дорога – это часть жизни людей, которые действительно многие из них проводят значительную часть своей жизни и это необходимо делать комфортно. А еще в преддверии дня Октябрьской революции в агрогородок Ломаш и Глубокского района провели природный газ. На голубое топливо здесь перевели 38 квартир, создали два кооператива по газификации. Потенциальными потребителями природного газа являются 191-квартирных жилых домов, зерносушильный комплекс и молочная ферма хозяйства Ломаш и Агро, а также котельная местного ЖКХ. Агрогородок стал четвертым в Глубокском районе и 140-м в Витебской области, куда пришло голубое топливо. Жизнь становится комфортнее и современнее, это очень важно. У меня это событие касается напрямую, потому что я живу на улице Школьной, которая первая подключается к природному газу, и у нас газовые плиты уже работают на голубом топливе. А кроме того, у людей появилась замечательная возможность подключить газовое отопление, чтобы в домах, квартирах было тепло и комфортно. По году мы планируем построить 900 километров газопровода и подать природный газ в 55 сельских населенных пунктов. При этом я бы хотел отметить, что уровень газификации Республики Беларусь природным газом составляет 83,6%. И является одним из самых высоких на постсоветском пространстве. Повышение качества жизни в небольших населенных пунктах влечет за собой немало плюсов. Они становятся более привлекательными для молодых специалистов, семей, привлекают инвестиции, что в итоге дает результат в виде открытия новых производств, создания рабочих мест, вклада в экономику страны. Люди должны жить и работать, найти свое место, получать достойную заработную плату, заявил президент, находясь на древней полоцкой земле. Город во второй раз спустя 22 года принял дожинки. Областной фестиваль, ярмарка тружеников села – еще один повод выразить благодарность каждому, кто работает в сельском хозяйстве Витебщины. В нынешнем году вклад сельскохозяйственных организаций северного региона в республиканский каравай составил немногим менее 900 тысяч тонн зерна и рапса. Абсолютным лидером по оваловому сбору зерна стал Оршанский регион, намолотив более 100 тысяч тонн хлеба. Если брать в целом, заготовили 32 кормовые единицы – это основа для животноводства 24-25 года. Это самое главное. Что касается зерновых, то, конечно, есть недобор, но в связи с некими погодными условиями, то есть случилось так, что урожайность небольшая. Но, тем не менее, себя зерном обеспечим. Что нужно на комплексе, то мы закупим, получим нормальный привес и рассчитаемся. То есть такая позиция. Как отметил президент, стремиться хлеборобам Витебщины однозначно есть к чему. Наш ответ на все происки, созидания, наш фронт, экономика. А для сельчан прежде всего хлебная нива. Хлеб во все времена был самой твердой валютой. Именно поэтому результаты в земледелии – важнейший вклад в обеспечение продовольственной и, следовательно, национальной безопасности. В этом году Витебщина намолотила около 900 тысяч тонн. Но до своей базовой задачи, минимум миллион тонн, мы не дотянули. Если брать зерно, неплохо сработали по кукурузе, плюс 100 тысяч тонн к прошлому году. По урожайности этой культуры даже чуть не обошли. Тв-тв-тв-тв-тв, гродненцом. Вышли на второе место по стране. Если это правда. Думаю, правда. 90 центнеров с гектара. Ну, а по зерновым у вас там где-то чуть больше 20. Вот и сравнивайте. 20 и 90. Это выше даже, чем в среднем по республике. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы можете. Вот с губернатором на подъезде обсуждали вопросы. Я ему прямо сказал, в Витебчане могут все. Даже если вы плохо строите комплексы, там не можете на простой стройке развернуться. Это не потому, что вы не умеете делать. Это потому, что кто-то не хочет. Или наплевательски относится к решению тех вопросов, которые сегодня надо решать. А делать в Витебске, Полоцке, в других городах и селах Витебщины умеют абсолютно все. По кукурузе я предупреждал ваших специалистов. Если вы посеяли, высеваете кукурузы 120, к примеру, тысяч гектар. А хотите 150, потому что 90 центнеров урожайность. Нельзя так шагать. Добавляйте понемножку. Витебщина не та территория, где можно в два раза бабахнуть посевы, а потом все не убрать. Погода не позволит или еще что-то. Поэтому имеете 9 тонн с гектара кукурузы? Хорошо. Добавляйте понемногу. И там, где вы сможете обработать. Я не хочу сегодня заниматься критикой. Где-то весной, в марте месяце, как обычно, мы соберемся и обсудим, что вы сделали, что не сделали. И окончательно определимся, что же делать с Витебской областью. У нас на Витебшине есть куда двигаться. И думаю, что это будет все-таки травяной севооборот и молоко. Получать зерно на севере, севернее Полоцка, Витебска, наверное, это авантюра. У нас не получается. Поэтому мы должны исходить из реальной ситуации и делать то, что нужно. Мы сходимся с руководством области на том, что нам надо определить места, где мы построим молочно-товарные комплексы. Ну, если есть корова, значит, есть и говядина. Бышков на откорм, телочек для воспроизводства и так далее, будущие коровы, дуем молоко. И под это должна быть кормовая база. Комплекс и энное количество гектар, исходя из вашего плодородия, вокруг комплекса. Отдельно глава государства остановился на вопросе о создании объединенных хозяйств. Витебщина первой вступила в эту программу в 2016 году. Сегодня в шесть таких объединенных структур входит порядка 130 сельхозпредприятий региона. В них было заложено много новаций и преференций от сырьевых зон и экономических стимулов переработки до особенностей кадровой политики. Как основа этому эксперименту суждено продолжаться дальше. И вот это время до 1 марта, которое было обозначено в течение пяти месяцев, мы должны выработать четкую стратегию, как будем действовать в следующие 2-3 года, чтобы примерно к 2027 году мы полностью понимали стратегию Витебщины и по земледелению, то есть растеневодству, потому что сегодня тоже прозвучали очень важные вещи. Витебщина должна, с учетом того, что в этом году хорошо получилось, лучше работать с кормами и больше работать с кормами. Наверное, часть площадей сельскохозяйственных земель перераспределить под травой, под наши травы, определить вот эти элементы севооборота правильного. И второе, это, конечно, переработка молока, как основа вот этих кормов, уйти в молочную переработку, потому что много хозяйств, их количество увеличилось, которые действительно уже дотянулись до лидеров нашей республики. И президент говорит, что ну почему это не сделать более устойчивым. А часть земель с низкими баллами, с низкой урожайностью, если там урожайность менее 20 центнеров, ну это фактически природная урожайность, оно должно быть использовано больше в лесном хозяйстве. И поэтому здесь пока вот зима, он сказал, внимательно посмотрите в каждом районе фактически все поля и примите решение, что мы будем действовать, чтобы люди на местах тоже понимали все эти наши планы. А с учетом того, что в следующем году будет формироваться пятилетка развития нашей страны, определятся все финансовые ресурсы абсолютно по всем направлениям, нужно понять, какие деньги нужно выделить для финансирования вот этой витебской программы. Назовем ее пока условно так, чтобы к 2027-2028 году и по урожайности общей, и по продуктивности мясомолочного направления подтянуть все-таки Витебщину до среднереспубликанского уровня, а лучше до уровня наших лидеров. Президент поставил амбициозные задачи на перспективу, притом на перспективу, такую, которую нужно реализовывать в ближайшее время. Да, в текущем году получен неплохой урожай, конечно, не дотянули в суммарном до миллиона витебчан, в силу разных причин, и не будем их самоганализовать, надо прибавить и в организации, и в технологии возделывания земли, определиться с культурами, то, о чем сегодня я говорил глава государства. Но самое главное, что сегодня здесь есть люди, есть трудовые коллективы, есть те коллективы, которые можно сегодня назвать и маяками, и школы, и мастерства. Практически в каждом районе, на слуху, в Оршанском районе, агрокомбинат, юбилей, ариновка, витебская бройлерная фабрика, Мазалова, ГАЗ, в Оставском районе, в новоселке Лучи и другие хозяйства. Токшинский район подтянулся в этом году, Дубровинский традиционный, занимает лидирующие позиции. То есть есть определенная база, есть вот эти мощные хозяйства, которые должны передавать опыт другим и концентрировать вокруг себя. На Витебщине свою эффективность показал эксперимент с соей. На первых 100 гектарах получена урожайность 30 сантиметров с гектара. Глава государства также поставил задачу за пятилетку удвоить экспорты продажи льняной продукции. Но здесь, как и во многих других сферах, необходим прорыв. От самих аграриев, ученых, инженеров. Как бы сложно ни было, лен все-таки наш национальный символ. На государственном гербе изображен. Но опять же, дело даже не в этом. Беларусь всегда была среди мировых лидеров по возделыванию льна, производству продукции из него. А Витебщина была флагманом этой отрасли. Лен – непростая культура. Поэтому во всем мире не очень-то хотят заниматься льном. Особенно в фермерских хозяйствах. Как нас всех в Академии учили, лен вернуться может на свое поле примерно через 6-7 лет. Так? И в этом большая проблема. Но у наших колхозах и совхозах, где тысячи гектаров, мы это можем делать. И то, что я 20 лет тому назад предрекал, произошло. Мир перестал возделывать в тех объемах, которые сегодня нужны, эту культуру. А мы ее сохранили. Уцепившись зубами, мы боролись за возделывание льна, продажу тресты. Мы модернизировали льнозаводы и дважды модернизировали льнокомбинат «Оршанский». Короче, в 90-е годы мы чуть не загубили также эту культуру. Рентабельность которой, представьте, доходила до 70%. Мы в корне поменяли ситуацию. Вложенные средства позволили нам создать новое сортальна, новую технику, модернизировать производство. Наш «Оршанский» льнокомбинат самый крупный в Европе и СНГ. И там, где толковые специалисты и умеют это делать, возьмите, в Устье, по-моему, мы, центр нас, польноводству. Я там бываю каждый год не один раз. Там никогда не было того года, чтобы был плохой лед. То есть, опять же, умеем это делать, но плохо там, где мы плохо работаем. Белорусские специалисты научились делать хорошие, тонкие ткани и другую, востребованную на мировых рынках продукцию. Фактически мы вышли на безотходный производственный цикл. Однако резервов еще много. Ясно, что льняные ткани будут пользоваться спросом. У нас есть хороший задел для того, чтобы расширять эти посевы, увеличивать урожайность культуры и перерабатывать. И в центре будете вы, Витебская область. Холодный климат, сложные почвы и недостаток ископаемых углеводородов. Мы компенсируем тем, в чем особенно сильны, трудолюбием и интеллектом. Это касается всего государства. Наша страна и ее люди обладают огромным потенциалом. Современная Беларусь – это удачное соединение природных красот, богаты истории, традиций, технологичности. И, пожалуй, в центре всего находится наше сельское хозяйство. Поясню. Белорусский народ работает на земле с самого начала нашей государственности. Вся культура строится на этом. А в производстве сельскохозяйственных машин и комплектующих мы одни из мировых лидеров. Так что все начинается с земли, любви к ней и с людей, которые на ней работают. И, как говорится, будет хлеб, будет и песня. А на сегодня у меня все. Напомню, если вы что-то пропустили, наши программы можно просмотреть в социальных сетях и на ютуб-канале телеканала «Звязда». Спасибо за внимание. Берегите себя и своих близких. До встречи в эфире через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова